Здравствуйте, дорогие друзья! Это видеопроект «Дано мне тело» и с вами психолог Ирина Слабьёва, специалист по телесно-ориентированной психотерапии. Сегодня я предлагаю поговорить о токсичном нарциссизме, что это такое и как проявляется. Поделюсь личным опытом. На прошлых выходных я была в Лужниках на прокатах российской сборной по фигурному катанию. Мне нравится смотреть фигурное катание, и вот первый раз я видела не на экране телевизора, а живьём. И мне было интересно смотреть не только на фигуристов, но и на публику. Вот как зрители смотрят, воспринимают, и далеко ходить не надо было. У меня рядышком сидела соседка, которая разговаривала со своим спутником, и она, можно сказать, источала яд. Когда фигуристы катались, она всё время говорила какие-то гадости, и вместо того, чтобы наслаждаться этим зрелищем, она искала недостатки. Но я думаю, что у каждого из нас в жизни есть опыт встречи с таким человеком, который называют токсичным. Вот токсичные люди – это люди, словно переполненные ядом, и они не могут держать этот яд внутри, они источают его наружу. Это люди, которые постоянно обесценивают, критикуют, ведут себя пассивно-агрессивно, они не могут держать в себе это напряжение, потому что тогда оно захлестнёт их самих. И поэтому они постоянно разряжаются, то есть они ищут какой-то объект для критики, для обесценивания, так сказать, для того, чтобы кусать, и кусать вот не просто так, а как змея вместе с ядом. Вот откуда берётся такой механизм токсичности? Мы относимся к миру так, как мы относимся к себе, то есть то, что происходит с нами внутри, в нашем внутреннем мире, оно влияет на наше взаимоотношение с миром внешним. И если человек недоволен собой, недоволен своей жизнью, то один из возможных путей, что он с этим будет делать, он пойдёт по пути критическому и деструктивному. Он будет критиковать и разрушать то, что снаружи. Ну, то есть можно сказать метафорически, что если внутри минус, то можно идти по пути позитивному, пути саморазвития, пути перемен и пытаться этот внутренний минус поменять на плюс. То есть если ты в своей жизни чем-то недоволен, ну, меняй тогда это, развивайся, что-то для этого делай. Помните лягушка, которая стала барахтаться, попав в крынку с молоком, в итоге она сбила сметану и смогла вылезти. Вот есть люди, которые, когда в жизни что-то не ладятся, они пытаются что-то менять. Например, кто-то от внутренней боли начинает творить и создаёт прекрасное произведение искусства. Кто-то чувствует, что ему в жизни чего-то не хватает, и он пытается этого достичь вот за счёт саморазвития, за счёт каких-то перемен в жизни. Это путь правильный, перемены минус на плюс. А есть люди, которые идут по другому пути, по пути деструктивным, и вместо того, чтобы менять этот внутренний минус, они пытаются сделать так, чтобы снаружи тоже был минус. То есть как в анекдоте при мысли о том, что Петрову тоже плохо, Сидорову стало хорошо. Но в действительности хорошо таким людям не остановится. То есть они находят какие-то внешние объекты, чтобы плеваться ядом, сбрасывать негатив. Но это не меняет их жизнь. И вот можно сказать, что это как лодка, в которой течь, и из неё надо постоянно ковшиком вычёрпывать воду. И вместо того, чтобы заделать течь в этой лодке, то есть убрать причину недовольства собой, недовольства своей жизнью, такие люди постоянно вот это накопившееся напряжение сбрасывают. Помните, в нашей Раше был такой персонаж Сергей Юрьевич, телезритель, который сидит у телевизора, и он постоянно всех критикует, со всеми пререкается. И если посмотреть на него, он достаточно такой опустившийся, у него какая-то непрезентабельная внешность, какие-то там старые спортивные треники растянуты, у него ужасная жена, с которой плохие отношения, в квартире неуютно. То есть человек, который явно недоволен собой и своей жизнью, поэтому он начинает критиковать всех окружающих. Почему этот механизм называется токсичным нарциссизмом? Потому что человек пытается поднять себя, свою самооценку, сбрасывая яд на других, то есть разрушая других. То есть вместо того, чтобы поменять себя и прийти к самоуважению, он пытается доказать окружающим, что они плохие, нехорошие и вот находит для этого какие-то объекты. Нередко такие люди используют пространство интернета, это так называемое интернет-тролли, потому что интернет дает анонимность, и они себя чувствуют там более безопасно. То есть если в жизни такой человек будет позволять себе в прямую глаза говорить то, что он в интернете там анонимно пишет, скорее всего он нарвется на неприятности, а интернет дает ему возможность вот просто все это сливать, сливать и сливать. Вот если такого человека оторвать от интернета, представьте себе, вот это как перекрыть канал с этим ядом, и человек в собственном яде тогда в собственном негативе захлебнется. Вот, но такие люди могут свою токсичность проявлять и в реальной жизни тоже, и обычно это не прямые гадости, вот эти прямые гадости, то есть такая активная критика, это обычно в безопасном интернет-пространстве, ну чтобы сдачу не получить. Вот, а в реальной жизни они обычно ведут себя пассивно, агрессивно, ну например, они могут говорить такие комплименты в кавычках, которые называются «змея в шоколаде», то есть ну вроде как сказал «нечто приятное, но…», да, так что осадочка осталась, например. «Ой, сегодня ты прекрасно выглядишь, ну для своего возраста», например, такого рода они могут комплименты говорить, «О, наконец-то ты похудела». На самом деле это не комплимент, да, это обесценивание вот в такой вот форме. И эти люди не берут на себя ответственность за то, что они делают, за свои слова, за эту критику, то есть если им напрямую вот предъявляешь претензии, что такое, что происходит, зачем ты это сказал, они говорят «а, я просто пошутил» или «ну я хотел как лучше, у тебя нет чувства юмора» или «ну я же сказал правду, а чего здесь такого?» Вот, и эти люди, они могут даже сами не понимать, что они сбрасывают агрессию, негатив и токсичность таким образом. Вот, нередко такие люди, что ещё могут делать? Они могут пытаться найти какой-то постоянный объект для того, чтобы сбрасывать этот негатив, так сказать, громотвод. И такие люди могут быть опасны, потому что они могут запускать буллинг, они могут запускать групповые негативные проекции и начинать травлю. Помните, вот такой яркий пример буллинга, групповой травли – это фильм «Чучело», то есть на девочку была негативная групповая проекция о том, что она такая предательница, она класс заложила, хотя на самом деле она не делала. И механизм групповых негативных проекций, он может быть очень опасным, потому что люди тогда перестают чувствовать, видеть правду объективно, они как будто теряют критичность. То есть возникает эффект резонанса, и вот группе кажется, что если все члены этой группы придерживаются каких-то взглядов, значит, это взгляды правильные. И я так думаю, и ты так думаешь, что я думаю, что земля плоская, ты думаешь, что земля плоская, вот Вася у нас тоже думает, что земля плоская, ну, значит, земля точно плоская. И в ситуациях, когда есть какие-то групповые негативные проекции, буллинг, травля, то обязательно нужно понять, кто зачинчик. Это с чего-то, с кого-то начинается, и важно понять здесь выгоду. То есть когда есть какие-то групповые негативные проекции, то за этим стоит чья-то выгода. Ну, сброс напряжения, которые есть в группе, ну, например, как после Первой мировой войны в Германии был высокий уровень напряжения, люди плохо жили, и пострадало достоинство от такого проигрыша, который был в войне, и общество было в таком взрывоопасном состоянии, и возникла групповая негативная проекция на евреев. То есть возникла такая очень опасная ситуация, то есть этот групповой буллинг, он может быть не только в малых группах, ну, вот как в фильме «Чучело», он может принимать такие огромные масштабы и быть очень опасным. Что стоит вообще за негативными проекциями, когда выбирается какой-то объект для сброса негатива? Будь то индивидуальные негативные проекции, то есть когда кто-то один так считает, или групповые негативные проекции, когда целая группа так считает. Стоит собственный негатив, собственный внутренний материал, который проецируется вовне. Что такое механизм проекции? Это проецирование того, что внутри, куда-то снаружи. Почему? Потому что не хочется это видеть внутри. Как говорится, в чужом глазу видна соринка, а в своём глазу не видно бревно. И если человек не хочет видеть внутри себя какой-то негатив, он начинает активно приписывать это окружающим. Нередко бывает это у людей, у которых есть так называемая нарциссическая self, то есть очень такой красивый образ себя, и они тогда не допускают даже мысли о том, что они могут испытывать какие-то негативные чувства, например, что они могут испытывать зависть. Такого рода человек будет иметь очень хорошее, красивое представление о себе, но я же такой хороший, я никогда никому не могу завидовать, и что будет происходить, тогда собственная зависть может проецироваться вовне, и возникает масса мыслей о том, что соседка мне постоянно завидует, или, например, все мои сотрудники на работе, они мне завидуют. И тогда очень важно набраться мужества и заглянуть в себя, и исследовать, и посмотреть, что же на самом деле в собственной душе, то есть разбираться с собственным материалом. Итак, что делать, если вы столкнулись с токсичным человеком, который плюется ядом, который негатив начинает транслировать вовне по отношению к вам или вам по отношению к другим, но номер раз, важно прояснять, что сейчас происходит, то есть что ты говоришь, с какой целью говоришь, для чего ты говоришь, если человек начинает себя снимать ответственность из серии, ну, я просто так, я просто пошутил, надо возвращать к ватам, ты сказал такие-то слова, как ты считаешь, какую реакцию они должны были оказать. Вот, можно делиться своими чувствами, да, ты просто так сказала, мне больно это слышать, мне неприятно это слышать. И если вас пытаются включить в какие-то там эти социальные игры, вам сливают негатив на другого человека, прямо возвращайте, говори, зачем ты мне это говоришь, с какой целью, ты там знаешь, я тоже общаюсь с этим человеком, ты как-то хочешь повлиять на мое отношение к этому человеку, на наши отношения, зачем тебе это нужно, или если ты чем-то недоволен, то иди, скажи этому человеку напрямую, ну, зачем ты говоришь мне про свое недовольство вот этим третьим человеком. Дальше, если вы слышите обвинения, кого-то при вас в чем-то обвиняют, очень важно тогда выслушать вторую сторону, это появилось еще в римском праве, да будет выслушена другая сторона, то есть для справедливости важно услышать обе стороны. Ну, мы с вами знаем, вот, наверное, по нашему жизненному опыту, насколько может расходиться видение конфликта у двух конфликтующих сторон. Дальше, если вам сливают негатив на другого человека, вот задайтесь вопросом, для чего это нужно. Например, в профессиональной сфере, к сожалению, нередко не бывает нездоровая конкуренция через обесценивание коллег, через обесценивание, ну, в профессиональном там сообществе кого-то, вот, и за обесцениванием, на самом деле, очень часто стоит зависть. Вот, то есть если человек просто, ну, действительно, объективно, плохой специалист, ну, плохой специалист, плохой специалист, если для кого-то важно постоянно про это говорить, доказывать, говорить эмоционально заряженно, значит, у него в этом есть какая-то личная включенность, личный интерес. Опять-таки, для чего нужно обесценивание? Для того, чтобы поднимать собственную самооценку, вот, поэтому за механизмом обесценивания и критики нередко стоит зависть. Знаете, есть такое высказывание, что критик – это человек, который объясняет, как бы он сам всё сделал на месте автора, если бы умел. Вот, что ещё можно сделать, чтобы защитить себя от такого тролля, токсичного человека, укреплять свои границы. Есть такое замечательное упражнение, вот, неважно, на вас направлен этот троллинг, или вот, или на кого-то вас это задевает, вот, очень хорошая возможность укрепить свои границы от чужих токсичных мнений. Это задействуется символический центр в районе солнечного сплетения. Это символический центр, который связан с нашими границами, в том числе в социальных контактах. Это центр, который позволяет нам защищаться от токсичности. Ну, можно сказать, примерно в этой области желудок, и когда мы съели что-то для нас, ну, и токсичное, то нас тогда может вырвать, да, рвотный эффект наступить. Вот точно так же область солнечного сплетения и желудок, они чувствительны к токсичности психологической. То есть, если вас затошнило после какого-то разговора, или вот в присутствии какого-то человека почему-то у вас нередко симптом тошноты, значит, там есть какая-то токсичность для вас, что-то ядовитое. Упражнение, которое можно сделать, сосредоточиться на области солнечного сплетения и представить, как будто оттуда раскрывается, раздвигается вот некий защитный круг, который вас окружает. Это может быть кокон вот прямо на всё тело, а может быть достаточно только круга, как в афилии. Помните, вот Брут рисовал вокруг себя этот защитный круг, вот, и этот круг, исходящий из солнечного сплетения, вы можете вокруг себя представлять. Вот, потом можно его обратно в эту область собирать. Это очень хорошее упражнение, которое вы можете вот поделать для тренировки, по 10, по 15 минут, потом использовать в сложных ситуациях, вот, применять. Вот, и очень важно, когда вы сталкиваетесь с токсичностью, иметь собственное мнение. Вот, это тоже одна из таких базовых точек в разнице между детской и взрослой позицией. Ребёнок ориентируется на чужие мнения, а взрослый человек имеет собственное мнение и суждение, что бы ему ни говорили. К сожалению, у многих людей поле зависимое, то есть зависит очень излишне, да, зависимое от чужих мнений, от чужих суждений, и тогда они могут попасть вот на какую-то волну, ну, даже нездоровую. Вот, возвращаясь к этому примеру, с фашистской Германии, ведь, ну, те ужасы, которые там происходили, это заколеснуло значительную часть населения, и значительная часть населения, она за этим следовала и считала правильным вот всё то, что тогда происходило, потому что люди проявили полезависимость, полезависимость, то есть вместо того, чтобы иметь собственное мнение, они пошли за мнением вот кого-то. И очень важно иметь собственное мнение и суждение, что бы не происходило, потому что вовне бывают очень нездоровые и токсичные процессы, но, к счастью, были и есть люди, которые сохраняют собственную позицию, что бы вовне не происходило. Помните фильм «Список Шиндлера» про реальный случай? Человек, который спас несколько сот евреев, смог вывести, и вы можете найти информацию в интернете, вот не только он, были похожие примеры, то есть и в нацистской Германии были немцы, которые спасали евреев, там, цыган, вот, ну, то есть всех тех, кому, для кого была угроза тогда. Вот, поэтому очень важно не терять себя, что бы вокруг ни происходило. Упражнения из телесно-ориентированной психотерапии, которые помогут вам не терять себя и возвращаться к себе. Первое упражнение, есть символический центр внизу живота, под пупком, можно положить туда руку, можно сосредоточиться на нем, это очень важный центр идентификации, и можно представить там шар, такой целостный, незыблемый, достаточно тяжелый, и сосредоточиться на этом образе. Это то, что помогает чувствовать себя и не поддаваться каким-то там мнениям, суждениям вовне. И еще один прием, это сосредоточиться на своем позвоночнике, и можно представить вот ось, которая проходит через все ваше тело, уходит из макушки наверх в небо, идет вниз в землю, проходит через ваш позвоночник, вас поддерживает. Это, знаете, как такая символическая поддержка нашего центра, нашей целостности, и ощущение своего позвоночника, вот этой внутренней оси тела, может очень хорошо помочь удерживать контакт с собой, чтобы не происходить. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание, желаю хорошего контакта с собой, принятия себя, и правильного для вас взаимодействия с миром, с ощущением себя, с ощущением мира, границей между миром и этого контакта. Вот, а когда вы встречаетесь с троллями, защищайте себя. Всем добра!